Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как узнать, что нужна срочно подкормка калием огурчиков? Сейчас еще одна тема про огурцы, потому что у многих огурцы почему-то не получаются. Я вот сейчас пришла сорвать взрослые, вот сорвала свои взрослые огурчики, остались вот такие молодые. И еще раз поговорим про огурцы. Вот я свои огурцы, когда снимаю урожай, всегда осматриваю. У меня все завязи, которые цветут, они все превращаются в огурчики. Вот на этих сейчас я вам покажу. Значит, недостатка калия нет, потому что я уже говорила, первый признак калийного голодания, это когда засыхают молодые завязи, желтеют, отваливаются, и когда на листьях желтая каемочка. Ну вот эти листья я осматриваю ежедневно, или когда поливаю, или когда снимаю урожай. Никаких желтых каемочек у нас нет, никаких завязей отвалившихся нет. Видите, они все постепенно превращаются в плоды. Но про эти огурцы я вам говорила, что я при посадке сюда добавляла золу. А зола у нас является одним из основных поставщиков калия. Вот кто такое экологически чистое земледелие выращивает, чистые овощи, тот, конечно, калий добавляет в виде золы. Но у меня в этом году трагедия, у меня поставка с деревни золы прекратилась, там у родственников изменились обстоятельства, они уехали с этой деревни. И вот мне теперь нужно как-то, скрипя душой, постепенно переходить с золы на магазинные удобрения. Я вам сейчас покажу те огурцы, которые срочно нужно подкормить калием, покажу, как я узнала, что их нужно у меня подкормить калием, расскажу, какие удобрения я вместо золы буду применять для калийной подкормки. Все это сейчас будет во второй части видео, а в первой части сейчас, пока я туда не пришла, вот к тем огурцам, которые буду подкармливать, я вам скажу, что калий называют одним из самых основных элементов, требующихся огурцу. Именно в период активного плодоношения, в период роста плодоношения, от него зависит, сколько завязей после цветения превратится в полноценные плоды, а какие отвалятся, как будет вообще чувствовать себя растение. Если вы не будете делать калийных подкормок, ну а калийные подкормки, это не обязательно добавлять в магазинные удобрения, это та же самая зола, но если вы не будете калий вносить в каком-либо виде, в натуральном или в магазине купите, то богатого урожая огурцов не будет. И вот эти вот грушевидные, всякие уродливой формы будут плоды, и некоторые плодики будут вообще отваливаться. Но сейчас пойдем к тем огурцам, которые у меня требуют подкормки. Сейчас я выключу, перейдем. Вот я перешла к тем огурчикам, к молодым, которым я вчера делала калийную подкормку вечером. Я сейчас вам расскажу, по каким признакам я решила, что им срочно требуется подкормка, и какими удобрениями можно делать подкормку огурцов калием. Когда я говорила о признаках калийного голодания, ну я называла, что вот желтеют завязи, отваливаются, но у меня тут еще нет таких полноценных завязей, это совсем молодые огурцы. И одной из признаков недостатки калия является желтая, вот такая каемочка, по периметру, по краям листьев. У меня желтой каемки пока нет. Но присмотревшись внимательно, я уже увидела вот эти штрихи, из которых потом складывается эта каемка. Видите вот эти вот пятнышки? Сейчас глубже залезу, там лучше видно. Вот видите лист? Тут уже этих штрихов намного больше, и они как бы уже сливаются, хотят слиться вот в эту кайму. Вот они сначала, видите, как так фрагментарно, раз, 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 вроде немножко. Вот это некротическое отмирание ткани, оно вроде как немножко-немножко, потом оно, видите, дальше превращается в одну сплошную полоску. И вот это самая-самая первая начальная стадия калийного голодания. И хорошо, если вы заметите, когда у вас только вот такие начальные штрихи, видите, вот на кончике желтое, и вот здесь вот на всех уголках, которые, ну, фрагменты, которые выпирают из листа, вот, которые остренькие, они в первую очередь всегда засыхают, отмирают, и потом получится вот такая полностью каемочка, ну, широкая, потом она будет широкая, ярко-желтая каемка, отмерз от, как, уже некротического вот такого поражения листа, отомрет лист по краям полностью. Я вот хватилась сразу, вчера поливая, я увидела, что вот такая вот желтая каемочка начинает образовываться именно на тех вот, на нижних старых листьях. Глядя на верхние листья, я бы и не увидела, например. Это я вот вам показала, как узнать, что у ваших растений не хватает калия. Если сейчас срочно не сделать подкормку калием, то эти полоски-то они никакого вреда вам, конечно, не принесут, но дело в том, что дальше начнут вот эти завязи молодые желтеть, засыхать и отваливаться. Вот это будет уже второй явный признак калийного голодания. Из этого следует, что нужно подкармливать срочно, сейчас, вот на этом этапе, на самом-самом начальном. Я всегда говорила, что лист – это вот такой индикатор здоровья. Если вы видите, что листья у вас меленькие, такие светленькие, значит, не хватает азота. Если начинается желтая каемка на листьях, значит, не хватает калия и так далее. Вот остановимся на калии. Но я про те вот говорила, у которых большие здоровые листья, про взрослых, что я при высадке добавляла много золы. Я прям лунку заправляю золой и всегда делала это так. И в результате этого действия у меня первое время хватало растениям калия, а потом я делаю ленивую подкормку, то есть осыпаю, опудриваю приствольный вот этот прикорневой круг. Но в этом году я успела вот тех больших подкормить, но у меня золы больше нет, так что я теперь вот перехожу на калийные подкормки из магазинных удобрений. Вчера я делала подкормку калий сернокислый, вот этот вот. Вы его, наверное, видели у меня, у меня тут остаток остался с прошлого года еще от томатов. Когда нужен калий томатом, вот корневая подкормка, я делаю иногда, добавляю. Как сделать вот из такого? Калий сернокислый, самый распространенный калий, из него очень легко сделать подкормку. Я высчитываю, мне нужно, вот у меня 19 штук их здесь, здесь 6, там 6, 12 и там 7, 19 штук. Значит, из расчета по одному грамму на растение я беру 1 столовую ложку калия, заранее замачиваю на часок, потому что гранулы трудно растворимые, сразу их легко не растворишь. Вот я их сейчас замочила, растворила в ведре воды и на 20 растений все это ведро разделила по пол-литра. По пол-литра вот этой вот смеси подливаю прям под корень. Не забываем, что все подкормки делаем после полива, по мокрому грунту. Корневые подкормки не обязательно ждать поздно вечер или рано утром. Если вы поливаете под корень и не орошаете листья, не попадает на листья, ничего страшного, можно делать в любое время. Я делаю, когда мне удобно, главное, чтобы перед этим они были хорошо политы. Еще, если вам неудобно растворять на 10 литров воды, например, вы хотите в 5-литровой баклажке развести, разводите эту же столовую ложку на 5 литров воды, но тогда вы поливаете не по пол-литра под растения, а всего лишь по стакану, 250 граммов. Вы понимаете, в чем принцип подкормки. Вот эти 20 грамм вы в той или иной форме, сколько бы воды вы не добавили, вы должны разделить на все эти 20 растений. Ну вот у меня 19, чтобы было по 1 грамму на растения. Таких подкормок нужно делать 3 или 4, потому что вы понимаете, что активное плодоношение у огурцов длится весь сезон. Сейчас вы помогли вот этим, ну вот тому растению, которое сейчас есть. Через месяц оно будет еще на метр выше, еще больше. Вот может быть какие-то пасынки вырастут, все. Калийные подкормки, если нет возможности, вот у меня сейчас нет возможности натуральные добавлять вот эти продукты, золу, например, я перехожу на такие. Чем еще можно подкормить огурец? Если огурцы молодые, если у вас еще нет тут никаких плодов, если вы не кушаете, пожалуйста, можно любыми магазинными удобрениями. Селитра калиевая можно опрыскивать. Тут тоже 46% калия и азот. Азот нам не вредит в огурцах. Наоборот, даже я вижу, что листики у меня не очень крупные, может быть укрупняться листья. Эти же 20 грамм вот этого препарата разводим в одном литре воды и опрыскиваю эти же 20 растений. Это вот можно опрыскиванием. И еще одно новое удобрение, которое мне очень-очень порекомендовала моя знакомая, которая пользуется им уже не первый год. Сразу говорю, для меня это новинка, потому что я всегда всю жизнь обходилась с золой, она меня прекрасно выручала, теперь золы нет. Вот, кали-маг. Тут этот же калий 35%, но тут еще добавлен магний. Вот она делает тоже 1 столовая ложка на ведро воды и также по мокрому грунту поливает. Очень хорошие положительные отзывы. Она говорит, пропадают все вот эти крючковатые, все уродливой формы огурцы. Не отпадают завязи, не желтеют, не осыпаются. Если у кого-то сейчас стоит перед вами выбор, какое удобрение выбрать. Так что вот разбег у нас большой. Можно калий сернокислый, можно кариевая селитра, можно вот этот калий-маг. Врать не буду, калий-маг ни разу не использовала. Буду в этом году использовать первый раз. Но вот это вот, Оксана, привет! Вот это вот моя знакомая, хорошая Оксана. Она, говорит, начала 2 года назад тоже по рекомендации другой огородницы использовать. Использует для подкормки перцев, для подкормки томатов, огурцов. И прекрасные результаты. Все. Вот это о калийных подкормках. Не важно, какую подкормку вы выберете, не важно, в какой форме вы внесете этот калий. Если есть зола, пожалуйста, золой. Если нет золы, калий сернокислый. Вот это селитра, вот это калий-маг. Хоть чем. Главное, чтобы ваши огурцы получили этот калий. Чтобы у вас не образовалась впоследствии вот такая вот каюмочка желтая по краям листьев. Чтобы ваши завязи не опадали, не осыпались, не засыхали. Калийные подкормки нужно срочно делать, сразу при первых симптомах калийного голодания. А иногда, порой, может быть и не нужно ждать первых симптомов. Если вы знаете, что вы калий не внесли при посадке, если вы знаете, что вы вообще не добавляли его ни в каком виде, значит добавляйте сразу же. Особенно, когда начинается активное вот это плодоношение. Без калия хорошего урожая вам не дождаться. Субтитры создавал DimaTorzok